За счет повышения конкурентной способности производителей стран, это задача минимум. Задача же максимум является... Вчера в Бишкеке прошел Евразийский экономический форум. Мероприятие такого масштаба не проходило с начала пандемии. Его посетили более 2000 человек из 15 стран и приняли участие в более чем в 30 мероприятиях. Обсуждения были разделены на 21 тематическую сессию на четырех площадках. Конечно, мы будем еще долго обсуждать итоги форума и последствия, или, скажем так, выгоды от тех соглашений, которые были заключены. Но еще раз хочу поблагодарить за работу, в первую очередь, представителей Кыргызской республики, которые настолько ответственно и настолько скрупулезно подошли к организации этого мероприятия. Основными темами форума были бизнес, валютный рынок, цифровизация, электронная коммерция, образование и туризм. Данное мероприятие создало условия для диалога между деловыми кругами, экспертами и государственными органами. В рамках форума подписано более 10 документов по реализуемым проектам. По итогам форума было подписано порядка 17 программ сотрудничества по различным направлениям. Из самых знаковых таких соглашений я бы хотела отметить в первую очередь это меморандум о сотрудничестве в реализации совместного проекта Государства Союза по осуществлению ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок сельскохозяйственной продукции и продовольствия Евразийский Агроэкспресс. Буквально в дни проведения форума, благодаря этому проекту, первые тонны сельскохозяйственной продукции будут уже поставляться из Кыргызской Республики в Российскую Федерацию. На форуме также говорили о размещении и обращении ценных бумаг на площадках ЕС, создании устойчивого энергетического коридора. На первом Евразийском экономическом форуме также было отмечено, что ЕС готов к нынешним изменениям в мире. Непосредственно основных направлений международной деятельности, то о новых перспективах невозможно говорить без понимания того, какую выгоду нам приносит взаимное сотрудничество с третьими странами. Всего ЕС и государство-члены подписали 6 торговых соглашений с третьими странами. Напомним, что в течение 2022 года Кыргызстан будет председательствовать в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.